Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня снимаю видео для вас о маникюре с дип-системой. Эти ручки вы уже видели в предыдущих видео. Здесь у нас покрытие дип-системой. Посмотрите, как относилась пудра. Все отлично, нигде ничего не подходило. Торцы все на месте. И вот вторая ручка левая. Для тех, кто говорил, что покрытие получается слишком толстым, посмотрите тоже в торце. Все в порядке. Главное понять этот материал и знать, как им работать. Обработала ручки клиентки антисептиком и теперь приступаю к снятию. Снимаю керамической фрезой с синей насечкой на 25 тысячах оборотов. Здесь у нас нет пыли, но есть стружка, поэтому снимать нужно обязательно в очках. Снимаю верхний слой материала, топ, цвет и базу оставляю. Базу буду снимать с помощью жидкости. Спилила верхний слой материала на правой руке и сразу же заматываю здесь жидкостью с фольгой. И тем временем фрезой снимаю на левой руке. Таким образом, мне не нужно будет потом ждать, пока средства подействуют. Я сразу начинаю разматывать. И здесь вот есть один нюанс. Здесь не так, как в гель-лаке нужно пушером подчистить, а нужно спонжем с этим средством просто вот как бы вытереть материал с ногтем. Хорошо протираю ноготь, вытираю. Если этого спонжика мне мало, я могу просто взять чистый спонж, смочить еще раз в жидкости для снятия дип-системы и хорошо еще раз протереть ногти. Теперь опиливаю форму. Если где-то осталась отслойка, ее нужно спилить. Но в основном нигде ничего не осталось. Это вот буквально пару ногтей, на которых остались небольшие отслойки. Субтитры сделал DimaTorzok Убрали лишнюю длину, опиливаю мягкий квадрат и приступаю к маникюру. Как обычно, вычищаю пламенем птеригий. Пламя у меня с синей насечкой 0,21 диаметра. У меня в студии клиенты покрывают ногти дип-системой в нескольких случаях. В том случае, если ногтевая пластина очень влажная и ничего не носится и не держится даже с укреплением, подходит это покрытие, так как оно очень твердое. И второй вариант, когда есть аллергия на лампу или на гель-лак, в таком случае тоже идеально подходит дип-система. Аллергики мои просто в восторге. Вычистила птеригий и теперь срезаю кутикулу ножничками. Я не люблю срезать кутикулу на сухую, поэтому протираю влажным спонжем. Спонж у меня просто смоченный водой. Слегка протерла и срезала кутикулу. Бафлю поверхность ногтей. Протираю специальным дип-клинсером. Далее прохожусь по всем ногтям праймером. Теперь беру специальную базу для дип-системы. Это никакая не гель-база, не для гель-лака, а специальная база, которая потом сохнет на воздухе. Покрываю базой половину ногтя, можно чуть меньше даже. Это мы делаем для того, чтобы потом у нас в итоге получилась красивая архитектура, а не бугор у кутикулы. Я сразу работаю с одной рукой, полностью все слои покрываю, а потом работаю со второй. Убрала мягкой щеточкой остатки прозрачной пудры и теперь покрываю вторым слоем базовым. Теперь двигаемся ближе к кутикуле, но все равно миллиметра три оставляем. Опускаю палец опять в прозрачную пудру. Не должно оставаться каких-то влажных пробелов, база полностью должна пропитаться пудрой. Опять убираю остатки прозрачной пудры щеточкой. И наношу уже цвет. Цвет у нас сегодня вот такой вот натуральный бежевый. И на двух ноготках, на безымянном и среднем, будем делать градиент. Из вот этого бежевого в светло-желтый, в банановый такой цвет. Пушером присыпаю кончик желтым цветом и далее опускаю палец полностью в бежевый цвет. Теперь то же самое делаю на среднем ногте. Покрываю базой. Слои должны быть тонкие. Вот здесь вот те, кто привык работать с гель-лаком, тяжело перестроиться. Мы привыкли гель-лаком делать более такой выравнивающий слой, чтобы чувствовался материал под кисточкой. А в этой системе нужно наоборот. Здесь нужно очень тоненько все покрывать и прям вот контролировать себя, чтобы не сделать толстый слой. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь делаем второй цветной слой. Перекрываю опять базой весь ноготь. На кончик присыпаю опять желтый цвет. Возможно, вот такой вот кисточкой-веером будет удобнее. Будет более равномерно высыпаться пудра. И опять окунаю в бежевый цвет. Все остальные ногти покрыла только двумя цветными слоями. А вот безымянный средний сделаю третий слой. И теперь буду присыпать не желтый цвет снизу, а бежевый цвет сверху. Присыпаю его таким образом, чтобы у кутикулы было больше пудры, а краешку было меньше. И таким образом получается у нас нежный градиент. Продолжение следует... Убираю лишнюю пудру опять-таки щеточкой. И все ногти перекрываю активатором. Здесь нужно обильно смочить активатором, чтобы клиент почувствовал небольшой холодок на ногтях. Именно эта жидкость запускает процесс сушки. Теперь приступаю к покрытию левой руки, а тем временем правая у нас полностью просохнет. Приступила сразу к опилу. По привычке опилила форму. И далее опиливаю поверхность ногтей. Но забыла, что тут я сверху присыпала бежевым цветом. Именно этот последний бежевый цвет загладил переход между желтым и бежевым. И как раз я его сейчас в данный момент спиливаю. Это была грубейшая ошибка с моей стороны. Поэтому на среднем ногте, чтобы точно так же не спилить весь мой градиент, я перекрыла еще раз базой и опустила пальчик в прозрачную пудру. Таким образом при опиливании я буду опиливать верхний прозрачный слой, и мой градиент останется на месте. Ну а безымянный придется исправлять. Перекрыла еще раз базой. Присыпала опять-таки бежевым цветом и далее перекрыла его еще прозрачным цветом. Это еще не весь наш дизайн. Перекрываю теперь ногти топом. И пока топ не просох, отпечатываю золотую фольгу. Далее необходимо перекрыть вторым слоем топом, и на этом наше покрытие уже считается завершенным. Сохнет топ 3-4 минуты на воздухе. Далее я отправила клиентку помыть руки, чтобы убрать всю пыль. И вот теперь будем смотреть на результат. Получился у нас нежный градиент осенний маникюр. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее полезное видео. И пишите комментарии. Всем желаю хорошего настроения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok